МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия в студии». Для вас работаю я, Елизавета Болдырева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Загорелось здание офисного центра в Ленинском районе. 20 миллионов рублей украли у южноуральских фермеров. Куда? Куда? Стой, стой, стой! Рыжий кот задержал вора в парке. Офисное здание вспыхнуло в Ленинском районе на перекрестке улиц Гагарина и Дзержинского. Сотрудников срочно эвакуировали на место ЧП. Выехали пожарные. По предварительным данным, загорелся ресторан, который находится на первом этаже. Он обшит сайдингом, поэтому дым быстро распространился. Он был едкий, огонь вырывался наружу. На данный момент сейчас полицейские оградили все лентой. Людей не пускают, потому что есть угроза взрыва. Кстати, изначально вынесли все газовые баллоны, потому что все это могло взорваться. На данный момент огнеборцы уже потушили. Сейчас проходит проливка здания. Абсолютно вся территория вокруг развлекательного центра обтянута вот такой красной лентой, потому что есть угроза взрыва, хлопков. И поэтому никого из людей не пускают на территорию. Сейчас пожарные проводят проливку здания. Изначально, когда тушили пожар, сломали кровлю, потому что по-другому невозможно было добраться до очага возгорания, так как вся территория была очень сильно задымлена. Известно, сотрудников уже эвакуировали. Также внутри могли находиться дети. Все подробности мы расскажем завтра. Эльвира Хапизова, ОТВ 20 миллионов рублей за одну ночь лишились супруги-фермеры из Кизильского района. В частный дом в поселке Браиловский ворвались двое мужчин и похитили у жильцов все самое ценное. Эту информацию нам подтвердили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Гебаширов разыскивают. По данным нашего собственного источника, в правоохранительных органах у супругов украли не только деньги, но и золотые украшения. На сумму около 200 тысяч рублей. Мужчины якобы угрожали хозяевам дома расправой. А в селе Губернское Аргоярского района пожар унес жизнь 82-летней пенсионерке. Дом пожилой женщины вспыхнул поздно вечером. Когда приехали огнеборцы, жилище уже полыхало. Тело женщины обнаружили в доме. Причины ЧП пока выясняются. А в Чебаркуле тоже вспыхнул частный дом. Известно, что огонь пошел с надворных построек. Вот кадры с места ЧП. Где именно началось возгорание, пока не ясно. Пламя могло вспыхнуть в сарае или в бане. Оба строения выгорели почти полностью. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электрооборудования. Известно, что постоянно в доме никто не живет. По словам чебаркульцев, хозяйка приезжает только на лето. Живет и работает на севере. А за домом присматривает знакомый. Пожарные около получаса боролись с огнем. Пострадали кровля и задняя часть дома. Обошлось без жертв. По предварительным данным, ущерб около 300 тысяч рублей. Пожар на Челябинском предприятии. В пресс-службе медкомбината рассказали, что произошла утечка газа. Из-за этого и вспыхнуло пламя. Пожар удалось потушить. Люди не пострадали. Огнеборцы уточнили, что на предприятии был нарушен технологический процесс и разгерметизировался сварочный шов на трубе, которая подавала газ в доменную печь. Пламя тушили в течение пяти часов. Напомню, это не первое огненное ЧП на предприятии. В феврале этого года произошел паровой взрыв, а затем начался пожар. Загорелся цех непрерывного разлива металла. Огнем оказалась объята кабина мостового крана. Заложниками стали два человека, находившиеся внутри. Остаться в живых при такой температуре шансов практически не было. На момент прибытия пожарных подразделений у нас уже было два погибших. Это два машиниста крана мостового. Пожарные подразделения работали по повышенному рангу пожара. Привлекалось 12 единиц техники. Из них 8 пожарных автомобилей и 4 вспомогательных. По словам очевидцев, за рулем крана был стажер. В какой-то момент ковш с раскаленным металлом, закрепленный на машине, лопнул. На помощь поспешила опытная сотрудница. Она решила перелить металл в яму, но там оказался лед. Все моментально вспыхнуло. 16 человек успели эвакуироваться, а вот машинистам выбраться не удалось. На улице Артиллерийской в Челябинске вспыхнула квартира в двухэтажном доме. Пожар увидели прохожие и вызвали огнеборцев. Видно, как из окон поднимается дым. Пожарные тушат пламя. Эта двухэтажка признана аварийной. Жильцов расселили, так что дом пустует. Поэтому, по словам жителей города, там гуляют подростки и даже ночуют бомжи. В МЧС рассказали, что во время пожара никто не пострадал. Горел только мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Эвакуации не было. Тем временем пожарные проводят учения. По легенде, огонь вспыхнул в поликлинике Металлургического района. Сработала пожарная сигнализация. Началась эвакуация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А школьник из Троицка лишился мобильного телефона. Мальчик с другом пришел в магазин и забыл смартфон на прилавке. Когда вернулся, сотового уже не было. И вот куда пропал телефон. Эти кадры с камеры наблюдения появились в социальной сети. Видно, как два мальчика рассчитываются и уходят. У прилавка появляется мужчина в полосатом свитере. Следом приобрести товар подходит женщина. Видимо, его знакомая. Выкладывает свои вещи на прилавок и начинает пересчитывать деньги. Тем временем мужчина рядом хватает смартфон и прячет его в карман. Возвращаются дети. Мальчики явно что-то ищут. Видимо, поняли, что мобильный пропал. Понятно, что ребята уходят ни с чем. В полиции уже написано заявление, проводится проверка. В Магнитогорске водитель на большой скорости сбил пешехода. Момент ДТП попал на видео. Кадры не для слабонервных. А в Челябинске две легковушки не поделили дорогу в Металлургическом районе. Подробнее расскажет Эльвира Хафизова. Это момент ДТП на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Опель сбивает женщину. Пешеход, судя по кадрам, несколько раз переворачивается в воздухе и падает на асфальт. По данным сотрудников ГИБДД, пострадавшая шла на красный свет. К счастью, женщина выжила. Ее забрали в больницу. Дама получила перелом правой голени, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Точные обстоятельства аварии выясняются. А это ДТП в Металлургическом районе Челябинска. На перекрестке улиц Богдана, Хмельницкого и Румянцево столкнулись две легковушки. На кадрах видно, как водитель Рено планирует повернуть налево и не пропускает иномарку темного цвета. В итоге удар. Благо, обошлось без пострадавших. А это авария в Троицке. 63-летний водитель автомашины ГАЗ при развороте вне перекрестка не уступил дорогу по путному транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной Лифан под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины ГАЗ получил травмы и назначено амбулаторное лечение. Улица, университетская набережная. Кадры с регистратора. Вот машина двигается по левой полосе. Справа начинает резко поворачивать лада. Да, в итоге водитель, уходя от столкновения, дернул руль вправо, машину занесло и отбросило в забор. Обошлось без пострадавших. Ильвира Хафизова, ОТВ. И в конце выпуска все больше популярность в интернете набирает видео, как рыжий кот останавливает вора. Скорее всего, в маске Хвостатова был сотрудник магазина. Пользователи сети пишут, что автор просто хотел заснять на видео атмосферу в парке. Кадры опубликовали в сообществе. Теперь пользователи сети гадают, что это за видео. Действительно, задержание вора или реклама магазина, который представляет ростовая кукла. В полиции сообщили, что к ним обращений не поступало. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдрева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость в студии – депутат Государственной Думы и координатор проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов. Он расскажет о первом всероссийском форуме, на котором ожидаются несколько сотен экологов из разных регионов России. Мероприятие пройдет в Челябинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова